Всем привет, дорогие друзья! С вами Джейк и мы продолжаем проходить Мафию 2. Глава 4. Закон Мерфи. Маленькая Италия, 15 февраля 45-го года. Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа, по-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Эм, ну, хорошо. А что случилось, Джо? Давайте-ка оденемся. Мне пришлось опять перепроходить ту миссию. Там, где нам надо отвозить эти талончики. Так что, пришлось сначала над ней попариться, чтобы начать эту миссию. Во. Сейчас у нас какое-то задание. Надо отправиться в бар у Фредди. Вот собаки, я помню. Ну, сюда, как я и говорил, попасть никак. Жалко. Так бы там похулиганили бы мы. Я смотрю, все там, убивают их. Давайте какую-нибудь другую, что ли. А тут нету других. Да, вот эту. Ну, что эти цепшады? Ну, давайте эта, она самая симпатичная. Так, в бар у Фредди. Он здесь рядом, как раз. Тогда, ну, едем туда. Сейчас нам Джо что-то там скажет. Бла-бла-бла. Надо ехать туда-то, туда-то. Что-то делать. Та-там-та. Та-там-та. Черт его знает. Сейчас приедем, посмотрим, что тут не тяжело. Так мы уже приехали. Ладно. Бля. Не туда, нажимаю. Ну? Смотрите, кто присел. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Эй, имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Пока возьму только то, что он должен. Пока. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и, эээ, слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтоб виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе. Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца мать вашу пачку. Где мои бабки? Он что себе думает, у меня тут розочки. Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кого тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушками. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале, в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ага, ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании. Сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Хорошо. Обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Шесть часов спустя. О, уже переоделись. Вы что, все шесть часов были в баре? Вы что, выгораете? Садись, Джо, в мою шикарную тачку. Которая скоро, наверное, будет раздолбана. Ну как прошло в порту? Да все хорошо. Имеешь ввиду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу. Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяк в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Да. Ну хорошо, но нам не придется к нему ехать, потому что мы будем зарабатывать другими способами. Ну, а мы едем в магазин грабить ювелирку. Что-то знакомое. Нет, просто в другой игре помню, что похоже что-то было. Не помню только в какой. А, нет, там было с брюриками проблема. В GTA 4, вот. А может где-то еще и были, хрен знает. А здесь магазин этот, как там, я уже забыл его, уже. Аркей. Аркейд? Или аркейн? Аркейд. Слышь. Так, копов нету. Давай, иди сюда. Ишь, будешь еще мне указывать. О, дисграциатол. Ааа, дьявол. Да вообще, такой дьявол, что и вообще ужас. Это еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся. Двигай! Брайн, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозге ударила. Барбаро, ты что это тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй. Это наша добыча. Хочешь уйти ножками, давай, я не все, что взял. Ага, шеф, что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Семпостан, 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1 ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. Ааа, черт. Так, выкуси. Валим отсюда. Надо валить к черту отсюда. А я что делаю? Он не бежит. Брайн, а как же копы? Давай, выбирайся. Я стараюсь. Черт. Хрена усыраешься, Вита. Эй, Вита, я открыл. Жирее. Так я и сам могу. Прикрой меня. Я открою дверь. Отцепи этих козлоп от меня. Уже потеряли. Выдержи их еще немного. Давай, помойка, отрывайся. Есть. Мы выбрались, Вита. Да, сейчас, секунду. Беги, я закрою дверь, потом. Стоять, полиция. Назад, не твою мать. Так мы стоим. Ну, по сути, мы не двигаемся никуда. Мы только вверх идем. И все. Мы стоим на одном месте же все-таки, по сути, только вверх идем. Черт, снова тупик. Копадаешь, где ты, что ты там стреляешь-то? Нам сюда. Это единственный выход. Ну, идем. Ну, уже, Вита, двигай тазом. Да ты с ума сошел? Тут лед сплошной. Поскользнешь, ты и кранты. А что делать? Не хочу садиться. Да умри ты, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вон там, стреляй. Черт, господи, осторожней. Летать научился. Да я, кажется, обделался. Где они? Врати сюда, пошли, сержант. Да нахрен. Столько мне не платят. Да? Сюда. Так мы выйдем на улицу. Да я даже проверять не буду. Может ли... Сделали тут такую фишку, как... Ну, не знаю, во всех остальных играх, например, Хитмане, что он не может упасть. Черт, копы! Стоять, полиция! Вам не уйти! Да? Да, блин, ты куда стреляешь-то, чувак? Так, перезаряжаемся быстрее. Да у меня тоже был хороший день. Мы тут ее и лирку ограбили. Сейчас последним я расправлюсь. Погнали. Ну, блядь, отличное дело. Ага. Это ужас, просто миссия. Отвали мусор! Я ничего не делаю. Ну, везет ирландцев. Это что за хрен? Брайан Онин. Двинутый ирландец. Ума нету, работает громилы по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы! Быстро втень, скорей! Давай, давай, давай! Не помойся. Давай сумку. Я заныкаю добро. Ладно, друг. Увидимся дома. Не попадись, только по пути. Так, надо немного дальше отбежать. Одну тысячу заплатили, не кисло. Сейчас у нас 1685. Это при том, что я еще кое-что там ограбил. Так, я знаю одну вещь. Если она сейчас прокатит, конечно. Не, не прокатило! Без шумно убить. Или это просто в одной миссии было. Так, надо быстренько убегать. Сразу же надо бы обозначить магазин. Хотя... Тут телефон рядом. Да. Просто кто не знает, здесь можно позвонить и от вас копы отвяжется. Скажу сразу, звонок будет дорогой. Да ешкин кот, туда еще кто-то идет. Просто я случайно как-то узнал, когда играл в дополнение про Джо. Я такой, ну, а что за телефон? Что, ну, муж такого. Мы только один раз в него звонили, вот в оригинале, и все. Ну, я такой позвонил. Вижу, откупица от копов. Отличное. А за мной тогда копы гонялись. Так вот. Ничего, терпения у меня много. Так, ладно. Всем постам! Отбой тревоги! Хорошо, хорошо. Резко звоним. Да, выбрать. Видите, а дорого стоит. Тони, это Витас Калетто. Надо одно дело замять. Без проблем. Пошли кого-нибудь потом с баблом. Смотрите, и все. Все, ребят. У меня, кстати, один вопрос. У меня тачка там осталась моя? Давайте вот отсюда приближимся, потому что здесь будет быстрее. Потому что, ну что, я тогда уеду на своей тачке? Так, меня не трогать не буду. Ну, я же просто прохожий тут бегаю. Ночью. Решил пробежечку устроить. Кстати, а тут показано, где окно они разбили? Ну, они вообще-то с той стороны как бы разбили. Да, моя тачка тут все еще стоит. Да, вот. Потом это просто заделают, я думаю. Моя тачка все еще не разбита. Так, о чем я выбран это там? Там же заправка была, наверное. Так, здравствуйте, господа полицейские. А что тут случилось? Вы не подскажете? А то тут полиции так много. А я что-то боюсь. Пока толбоебы. Да, ну, сараем. Просто подошел к телефонной будке, заплатил там 500 баксов. Все. Хотя в эти времена это очень дорого. Это очень. Такие деньги вы, конечно, не сможете заработать. Честным способом. Ну, мы же, конечно же, зарабатываем честным способом. Так что нам легко достать такие деньги. Ну, а самый честный бизнес. Приходите все. Честным бизнесом займетесь. Копы, если за вами берете, звоните одному человечку. Он все, а копов у вас нет. Ну, и что? Молодцы просто. Блин, скучно. Мм, автобус. Мило. А сейчас мы, по-моему, едем спать домой. Бляха-муха. Я бы как бы вышел, тем тому водителю по башке бы дал. Какого френа он как черепаха едет? Какого хрена тут столб стоял? Чё-то не понял. А ремонтный инстинейм? Дорогой. Смотри, 57 баксов. Это за полгода вот такие деньги в этом месте заработаете. Честным способом. Я знаю другой честный способ. Которого вы заработаете гораздо больше, конечно же. Ну. Какой-то неинтересованный вид. Дверь за собой надо закрывать. Такое чувство как бы только в лифте выродился. Ну ладно, всё, собака их сгрызла. Ну хорошо. Погнали спать. Кстати, а тут плейбой не валяется нигде? Не, ну просто я знаю, что где-то плейбой можно взять. Это кого-то хрен знает где. Мож парный. Просто в каждом дополнении, я понимаю, их в разные места кидали. Джо. А зачем тебе две раковины? А, ну это наверное... Сходил в туалет и помыл руки. А здесь помылся и помыл руки. Ну гениально же, скажите. Так, закрываем. Ложимся спать. Глава 5. Циркулярка. Квартира Джо 20 февраля 45-го года. Привет, красавчик. Привет. Джо не дома. Он сказал, что ждёт тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, в другой раз, котик. Пока. Это было нечто. О да, это было нечто. Так, а давайте-ка сейчас красивенько оденемся вот так с галстуком. Вообще, найсо. Знаете чё, ну только тут бред какой-то. Я иду в костюме, прям на улицу. Ничего тёпленького не одеваю на себя. Никакой куртки тёплой. Твою мать, дура-баба! Но я... А ну вернись! Кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Э, это не девушка ли Джо вон там. Ну как раз она. Как раз поможем ей. Ты мою машину разбила. Я разобью твою. Посмотри на мою тачку. Хорошо, смотрю. Ну давай. Чё, правда? Ну? Давай. Ну? Ну чё ты такой медленный? Я тебя научу с девушками разговаривать. Спасибо, красавчик. За мной должок. Конечно. Зайдёшь ко мне в гости на пирожок? Да, это без проблем. Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну я тогда поеду. До встречи. Я бы не отказал. Так, о чём я говорю, пока этот меня не прервал своей заставкой? Потому что, смотрите. В костюме зимой. В костюме зимой. Вита, скажи, тебе не холодно? Дай пофиг. Берём. О, ограничитель сразу. Бару Фрейзи. Ограничитель сразу же врублён. Так что отлично, едём. В этот, по-моему, чё-то будет насчёт перестрелки. Большой масштабной перестрелки. Покруче, чем всё это было от самого начала. И знаете, мы тут как-то серия уже четвёртая, а мы тут эти главы щёлкаем, как корешки. Такого не было у меня даже в Мафии один. Вот честно. Ладно, смотрим заставку. Где она? Наверху? Привет, парк. Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой и Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш между собой чек с ирландцами? Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют. Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... Готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Ну, ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да. Я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? Пять тысяч сносов. Это же охренеть сколько! Эй! Никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, парни. Вот ты где. Да, босс. Ты уже сделал, что я тебе говорил? Да, да, все под контролем. Ты и в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Пшить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один журдя из того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри? Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно от пугачата Бажуки. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено. Просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, кореш. Ну, хорошо. А, что, все похавали, ушли? Я, что, сам последний хавал? Да вы кидалы какие. Так, вот надо Гарри в Кингстон. Да-да, пока. Вообще без проблем. Бля, почему-то все на Е нажимаю. Привычка просто. Что я не привык. Воу. Не привык я садиться на F-машину. В GTA-то я знаю, у них какие-то проблемы с этим. Что на F садиться. Или, если вы играете, например, на джойстике. Там, я не помню, то ли на A надо садиться. Потому что я знаю, что в Watch Dogs на Y надо нажимать, если вы играете на джойстике. Я имею от Xbox. Потому что на... На DualShock я не играл никогда. Вот на... От Xbox я играл. И мне даже понравилось. Так что, вот так вот. Далековато. Вообще ужас. Так, здесь должно быть больше миль. Я могу ехать. Блин, ну и что? Почему я больше не еду? Так, наша мафия будет длиться очень долго. Так что, вот так вот. Так, отлично. Немного сократили себе путь. И знаете, что вот меня удивляет? Вот Лука сказал, что нас примут в семью за 5000. Но кто играл в первую мафию, поймут, что в семью берут не за то, что ты можешь заплатить много. Насколько ты надежный человек. Помните, как мафия? Мы помогли людям с Альваторой. И за это он нас как бы принял в семью. Мы помогли ему как бы в трудный момент. Все. А тут он 5000 хочет, что-то не офигел ли. Я ему эти 5000 могу кое-куда засунуть. Блин, жалко, что мне вот эту придется брать. Тачку. Да. Звоним. Кто здесь? Меня прислал Генри Томасина за своим заказом. Давай, заходи. Хе. Такой, давай, заходи. Да вообще без проблем. Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя. Хе-хе-хе-хе. Да. Вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. Три четверти мили прицельной стрельбы. Сверх надежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь. Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? В Нормандии, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция Хаски. Да? И в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе! Ты десантник! Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награды есть? Да, Пурпурное сердце и крест. Ого! Ну, надо же, крест! Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но... Я лез через забор на обратном пути и, надо же, оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Эээ, слушай, мне правда пора... Ну, ладно. Эй. Да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито. Правда рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Ха, удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Пулемет в ящике. Боезапас в машине во дворе. Две тысячи патронов. Бери, все оплачено. Хорошо. Ну, сюда мы будем еще заходить. Не знаю, сейчас бы сходить, бы то сразу закупиться. Увидимся, Вито. Давай, прощай. Хотя, зачем нам сейчас Томпсон? Кто играл, тут поймет, что сейчас случится после этой миссии. Ну, хотя, да, сейчас перестрелка будет, так что надо бы закупиться. Сейчас положу и дверь закроется, да? Ага. Так. Это я, Вито. Отлично. Хочу закупиться у тебя, ты не против? Так что тебе нужно, Вито. Нет, дробовек, это как-то скучно. А что, все? Патронов много не бывает. Ну да. Я без него из дому не выхожу. Ну, Коль, ты, конечно. Патронов много не бывает. Ну, пока нет у него, значит. Бля, хабруко. Почему не сделали на эскейп выход? А зачем это? Смотри там. Поосторожно. О, да не волнуйся. У меня сама осторожность просто. Под рукой торчит. Ладно, погнали. Закупились мы неплохо. Бля, да какого хрена вы разбегаетесь? Че я вам сделал? Уф. Ехать нам долго, ребят. Ну что ж, не везет. Ну ладно, пофиг. Честно, пофиг вообще. Доедем. Давайте угадаю, в этих локациях тоже нельзя побегать, да? Ну да. Они просто так на кассе нарисованы. Ну, в дополнение, некоторые локации все-таки добавили, как я уже говорил когда-то. В одной из серий говорил уже. Так что, увидим мы их, потому что дополнение я собираюсь тоже пройти для канала. Собираюсь, но не уверен. Потому что, я думаю, лучше бы даже, тоже ли, только вот основные части сюжетной миссии выполнять. Не знаю, если поднадоез уже к концу вообще мафии сюжетной линии, то не буду я играть. Тем более я проходил, вы видели. Ну, если хотите, у кого-нибудь другие. А может и буду, хрен знает. Потому что, все-таки, интересное дополнение. Одно дополнение, даже на две части разделили. Там про Джимми дополнение. Его разделили на два типа. Именно в этих вот дополнений, там миссии на время. Кроме, конечно, Джо, там есть миссии, которые не на время. Так что, вот так вот. Ну, хотя, это с открытым миром сделали. Напоминаю вам, что... Не смотрите, как я еду, смотрите по сторонам. Веселее будет. Вот, красиво как-то стало. Да, ешкин кот, не поворачивай ты камеру. Да, блин, пофиг. Не хочет он нормальный тут. Хотел вот так вот поездить. Ну, красиво, все-таки. Когда эта мафия вышла, это была классная графика. Да до сих пор она охрененная. Так что, по сравнению с первой мафией, тут как бы революция случилась у них. Это у Фаркая там толком... Графика, конечно, обновлялась. Ну, ничего нового толком и не было в графике. Ну, мы приехали. Смотрим заставку тогда. Ну, заставка. Мизель Лэйн. Квартира 233. Два часа спустя. Откуда ты, Генри? Сицилия. Сицилия. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был... Человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Климента. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готовься. Ладно, я готов. Ладно, наш выход. У них пушки? Вон там, в том окне. Ну, хорошо. Вот он типа. Вали, другая. Ну, вырывайся. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Так, они снова там появились. Давайте-ка я возьмусь за пулемет. Так, нет. Да, пофиг вообще. Давайте другой Вик возьмем. А пари его, Вита. Ты парит? А че я буду париться? Я очень... Прикрой меня, Вита. Ладно, Вита, пошел, пошел. Ну? Ладно, Вита, поехали. Ну? Ладно, Вита, погнали. Дайешкин код. Молодец. Наконец-то. Так, я думаю, лучше вот это бы взять даже. Живее, Вита, а то жердяй уйдет. Да я сама живее, Вита. Ты первый, Вита. Мы идем за тобой, жердяй. Он мой. Прикрой меня, Вита. Да, бляхуй. Куда он попал? Ерунда. Да, сдохнуешь ты или нет? Прикрой, уйди. Да прикрывай. Ладно, Вита, поплыли. Давай, быстро, пошли. Да, бляхуй. Прикрой меня, Вита. Во. Ну? Все, ты стрелять вообще не умеешь. Слышь? Промахнусь один раз, все, ты стреляй. Что такое было? Прикрой меня, Вита. Так, где? А теперь вся эта черного клака сгорит дотла. Сколько бухла пропадет. Умри. Паршивый пес. Простите, у меня палец зачесался. Да. Да ешкин кот, че с игрой? Вита, мы идем или как? Давай, двигай. Секунду, ребят, я вернусь че. Хрен знает, не разобрался, в чем проблема. Да умри ты. Слышь, сам будешь плыть. По чечению. Нет, для тебя кое-что есть. Что прячешься, уродик? Нет. Я прикольчу. Я прикрою, Вика, вперед. Да умри ты. Да, дрожися. Да, я вообще так дрожу, что ужас. Я захожу. Да умри. Умри. Ну давай, покажешься сюда. Яблочко. Да вообще, такая яблочко, что вообще ужас. Давай, сми кнопку, Вита. А почему я? Ты что это творишь, а? Ну а что, попить захотел? Попить хочу. Кровую выпивку, попробуй. Пьем на работе, да? Когда это ты стал ирландцем? Вот и они. Так. Ты не кто-нибудь. Прикруй, СЛР. Ладно, Вита, поплыли. Это все, что ты можешь. Слышь? О, тут у них и Томпсон. Где Томпсон? Дай-ка Томпсон. Томпсон. Слышь, свинка наверху. Так, у кого можешь подобрать? Ну что, проверим, как Томпсон действовать. Просто, в первой мафиевом говно действовать. А здесь вообще отлично. Мне определенно нравится. Сейчас, ребят, секунду. Я подберу тут еще патрончик. Ну, если вы, конечно, не возражаете, а то, что тут? Кто еще из нас тут макароник? Так, сейчас я знаю, что заставка пойдет. Раньше надо было думать о жене. Привет от Дона Климен. Все, все. Ох, ты ж гнида, позорная. Сука. Ладно. Куда ранил? Ни черта, я, блин, не в порядке. Он простырил мне ногу. Боже. Ого, ты тут все в кровище. Мне надо к Эль Греку. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, потерпи, потерпи. Довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. О, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. Хорошо, ну... Вы идите, идите, а я пока... Ссылка на планеты будет всегда не под видео. Подписывайтесь на канал, молчать там. Подписывайтесь на канал. Бляха-муха. Короче, ставьте лайки. И всем пока.